Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского и обратимся к 11 главе. Итак, читать текст 11 главы отдельно от 10 и 12 чрезвычайно сложно, потому что границы глав, как это очень часто бывает в тексте Священного Писания, были поставлены совершенно случайным образом, где-то на границе первого и второго тысячелетия после Рождества Христова, то есть через добрых две тысячи лет после написания текста. И получилось, что проповедь пророка, которая начинается в 10 главе, заканчивается в 12, и вот здесь в 11 кусок из нее, часть, средняя часть этой проповеди. Для понимания этого текста чрезвычайно важно вспомнить, что в конце 10 главы пророк говорит об силе, с которой Бог идет сокрушить все нечестивое, снять бремя с плеч народа своего. И здесь чрезвычайно поэтично на протяжении нескольких стихов в конце 10 главы пророк рассказывает, как это будет, и говорит, вот Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены. Он представляет себе человеческий мир, и в частности социальный мир народа Божьего, как некоторую такую чищобу возвышающихся ветвей, каждый из которых гордится своей высотой перед окружающими, величающиеся ростом. И вот Исаия говорит страшной силой, как ветер проходит бок и сметает все это, срывает ветви дерев, и дальше говорит, вот тогда, когда все величающееся, все хвастающееся своей силой и высотой будет этой силой Божьей сметено, тогда произрастет одна ветвь, одна, которая не будет сломленной этой страшной силой, отрасль от корня Иесеева. И вот это первый стих 11 главы произойдет, отрасль от корня Иесеева. Это пророчество у Мессии, но для того, чтобы его адекватно увидеть, важно прочитать предыдущее, важно прочитать вот об этом посещении Божьем, как об урагане, где рушится все, в чем правды Божьей нет, и только одна отрасль, одна ветвь, ветвь от корня Иесеева прорастает и выживает. И дальше пророк говорит, и почиет на нем дух Господень, таким образом, какое-то непостижимое, необъяснимое, но вполне переживаемое присутствие и действие Бога, дух Божий, который присутствует в этой отрасли от корня Иесеева. Речь, таким образом, идет, надо полагать, о подомке Давида, у которого будет какая-то совершенно особенная связь с Богом, кто будет этим Духом Божьим жить и действовать. Что означает этот дух Божий? Поэтичная структура Исайного пророчества здесь дает нам возможность увидеть некоторую конкретизацию. Он говорит, вот почиет на нем дух Господень. Что это такое? Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Премудрости, разума, совета, крепости, знания и благочестия, подлинного поклонения к Богу. Вот что такое этот самый дух Господень в восприятии пророка Исаии. Ну, разные христиане часто пытаются изобразить Дух Господень и его предполагаемое действие какими-нибудь экзотическими явлениями, там, не знаю, потоками зеленого света из ушей или еще какой-нибудь там свет в конце туннеля, что-нибудь еще, чтобы горы скакали, как лани, прочее, прочее. Ну, так устроена человеческая психика. Хочется, чтобы что-то было экстраординарное. А Исаия говорит о том, что на самом деле вот проявление Духа Господня – это премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие. Все то, что происходит в человеческой жизни и не производит на нас никакого экстраординарного впечатления. Это довольно важное тоже наблюдение. Дальше Исаия говорит о том, что отрасль от корня Исеева, Мессия, Помазанник, Царь и Спаситель народа Божьего, вот будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих решать дела. Это продолжение того, что значит, по чьиет на нем Дух Господень. будет судить бедных по правде Дух Божий. Таким образом, это то, что дает Помазаннику и способности, возможности, призвания судить по правде, видеть реальность, такой, как она есть. И еще обратите внимание, сам по себе четвертый стих, в общем, очень типичное произведение такой библейской поэзии, где два раза через запятую одна и та же реальность описывается двумя несколько различающимися способами. Так библейская поэзия устроена, поэтому две фразы через запятую в этом стихе, они говорят, конечно, об одном и том же. Смотрите, вторая половина. «Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Тоже читатель в этой второй половине четвертого стиха представляет себе что-то такое исполинско-апокалиптическое, а на самом деле это повторение того же, что было сказано в первой половине четвертого стиха. «Будет судить бедных по правде, и дела страдальцев решать поистине». Дело в том, что часто мы же предполагаем, что вот там «жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Представляем себе на основе таких слов Бога, как, ну, в общем, прости господи, какого-то такого следователя НКВД, который убивает и поражает, кого ему в голову взбрело, да, заблагорассудилось. А вот совсем не говорит об этом Писание. Исаия на самом деле называет гибелью нечестивого тот факт, что больше не будет места для его нечестия, потому что помазанник будет судить по правде, по правде, и будет припояснением чересла его правды и припояснением беды его истина. Вот это сущностное отличие жизни в Духе Святом, действия в Духе Святом, они совершаются по правде. Дальше, продолжая ту же самую проповедь, Исаия говорит о царстве Мессии, о царстве помазанника, которое приносит отрасль, ветвь от корня Исеева, как о царстве мира. Это знаменитые, очень важные и очень красивые слова. Волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев, и волк будут вместе, и дитя будет пасти их. Вот эти несколько стихов с шестого по девятый говорят о том, что не будут делать зла и вреда на всей Святой Горе Моей. Значит, когда помазанник устанавливает свое царство, суть которого в том, что он судит по правде, по правде, судит бедных по правде и дела страдальцев решает поистине, тогда, говорит пророк, и установится царство мира. То, что вообще библейский язык, библейская система образов часто называют миром или покоем понятие, за которым стоит еврейское слово шалом. Это отсутствие вражды, прекращение вражды, которое возможно, потому, что нечестие гибнет, потому, что жезл уст божьих поражает землю, искореняя обман злобы и нечестия. И в этом состоянии уже волк будет жить вместе с ягненком, потому, что прекратится взаимная вражда людей. И это вражда, что очень важно было всегда для толкователей распространиться и на материальный мир, на природу. Дальше, еще один обращающий на себя внимание момент. Подытоживая эти слова о царстве покоя, Исаия говорит, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Почему? Потому что, говорит он, потому что земля будет наполнена знанием Господа, как волны наполняют море. Ну, насколько можно судить по словам пророка Исаии, прекратить злой и вред на земле можно только, если мы наполняем ее знанием Господа. Довольно неприятное слово, потому что человечество с тех пор, уже добрых 3000 лет, ищет какие-нибудь еще способы, чтобы не делать зла и вреда на святой горе моей. Здесь и социальная организация, разнообразные аппараты, насилие, формы культуры, насилие или не насилие, или, там, отмены. Все, так сказать, культурные изыски, при помощи которых люди пытаются построить жизнь без зла и вреда. Во-первых, в итоге оказываются идеологиями, от которых никогда ничего хорошего не бывает, даже если эти идеологии сами по себе не такие глупые, но приносят всегда только вред. А самое главное, что вот эта задача не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Она может разрешаться только, если наша жизнь, наше сердце, все наши отношения, все, что происходит на земле, наполняется знанием Господа. Наполняется знанием Господа. Причем знанием, которое как такой опыт экзистенциальный, если хотите, а не как какие-то теоретически правильные слова. И для Исаии все сказанное имеет чрезвычайно конкретное воплощение. Он говорит, вот в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обродятся язычники, и покой его будет сиять над ними, и покой его будет слава. Он видит, как и некоторые другие пророки, что призвания и спасения народа Божьего в первую очередь и главным образом нужны для того, чтобы он стал как знамя для народов. Вот эта отрасль от корня Исеева, жезлы с корня Исеева, как мы поем на Рождество, это знамя для народов, к которому обратятся язычники. И удивительным образом, как иудии, например, во времена Господа Иисуса Христа, так и христиане в позднейшие времена очень настойчиво затыкают в себе уши, чтобы этих слов не слышать. Не слышать. Ну, иудеи, если только кто-нибудь что-нибудь приблизится к язычникам или скажет что-нибудь хорошее, тут же совершенно лезут на стену. Он Господь Иисус однажды в Назарете, в синагоге им напомнил, что когда-то пророк Елисей исцелил сирийца, так его чуть со скалы же не скинули. Ну, и так далее. И они уверены, что никакие вообще язычники, если они только не станут иудеями, не могут прийти и быть приняты Богом Израилевым. Ну, или в какие-нибудь более новые времена тоже, понимаете, все, кто немножко по-другому на другом языке говорит или по-другому Бога славит, они все язычники, и мир Божий не пребывает с ними. И мы ничего не делаем для того, чтобы принести этот покой, этот шалом окружающим народам. Да, и вся наша мессиеневская деятельность, чаще всего, как Христос говорит, вы обходите море и землю, чтобы обратить хотя бы одного, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Вот, а Исаия из тех немногих людей, которые составляют в рамках, в недрах, в глубине библейской культуры вот это универсалистское течение. Во всяком народе под небесами, боящийся Бога угоден ему. Вот эта мысль Исаия и его ученики, его последователи настойчиво, хотя и негромко высказывают. И в конечном итоге все равно она закрепляется в библейской традиции. Но в данный конкретный момент пророк говорит о том, что вот не бойся Ассирии, Бог пройдет мощным ураганом, все величающиеся ветви обломают, возрастет одна только ветвь, которая не сломится под этим ураганом отрасли с корней Исеева, он будет в духе Бога судить бедных по правде, не будет зла и вреда, и взаимная вражда между братскими народами Израиля и Иуды, взаимная вражда и зависть уже прекратятся. Прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрем. Речь идет о очень болезненной, на самом деле, язве разделения единого народа на два очень похожих, но все же не идентичных народа. И вот пророк говорит о примирении, о том, что прекратится зависть и прекратится вражда, и попытка Иудеи подмять Ефрем под себя, попытка Ефрема подмять под себя Иудеев. Вот эта вот вражда прекратится. Для остатка народа его, который останется у Ассирии, вот этот путь, который очищает Бог в сильным ветром. Вот это будет путь возвращения к жизни по правде. Он говорит о том, что в первую очередь Мессия, судящий по правде, в силе Духа Божьего, будет уничтожать вот такую вот братскую вражду, враждебность, разделенность и зависть. И вот это станет дорогой исхода, дорогой возвращения к жизни.